Детское радио представляет Сказки народов мира О чем молчит Амазонка Бразильские истории Кто вам сказал, что реки не умеют говорить? Вот, например, широкая, глубокая и длинная предлинная Амазонка, Что течет по тропическим лесам Бразилии На своем веку она столько всего повидала, Что, может быть, и вам расскажет Мне повезло, и однажды Амазонка Поведала мне легенду о вечерней звезде Таина Кан Много-много веков назад жила одна семья Отец, мать и двое дочерей красавиц Старшая Кея и младшая Уна Днем они помогали матери по хозяйству А по вечерам забирались на небольшой холм Неподалеку от дома и смотрели в небо В ясную погоду звезд было видимо-невидимо А в ненастье их скрывали облака Но одна звезда всегда оставалась на небе Даже когда тропический ливень заливал землю Это был Таина Кан Вечерняя звезда Звезда Слово «звезда» в Бразилии может использоваться в переносном значении Яркая знаменитость Например, звезда футбола Вечерняя звезда стала для сестер счастливой Старшая Кея однажды размечталась «Если бы Таина Кан спустился сюда, я бы вышла за него замуж Хочу, чтобы эта звезда стала моей» И только она произнесла это Как вдруг на небе стало темно, а хижину озарил свет Этот Таина Кан в облике человека оказался рядом с девушками Но увидев его лицо, Кея в ужасе отпрянула Таина Кан оказался дряхлым стариком с глубокими морщинами и седыми волосами «Ну какой же из тебя муж?» — воскликнула девушка «Тебе же сто лет! Возвращайся на небо!» Ничего не сказал Таина Кан, но очень опечалился Видя грусть старика, младшая сестра Уна подошла к нему и тихо сказала «Таина Кан, если ты только захочешь, я буду тебе верной женой» «Ты никогда об этом не пожалеешь» «Поверь!» — ответил старик На утро чуть свет, Таина Кан взялся за работу Он вспахал поле и засеял его такими семенами, о которых индейцы и слыхом не слыхивали Он трудился так долго, что к вечеру Уна заволновалась Не молод все-таки, может он устал, упал и не может подняться Было уже очень темно, когда Уна пошла в поле искать Таин Кана Но где же старик? Где ее жених? На поле стоял юноша, и яркая Луна освещала его молодое, прекрасное лицо Луна, элуэ В бразильских мифах и сказках Луна — это сестра или жена Солнца И она помогает людям Луна, элуэ Луна так хорошо освещала Таин Кана, что Уна успела им налюбоваться, пока он не заметил ее Они обнялись, и счастливые отправились домой Завидев младшую сестру с молодым женихом, Кея поняла, как же она ошиблась Она бросилась к Таин Кану, схватила его за руки и вскричала «Ты же спустился с неба ко мне!» Но Таин Кан сказал «Ты отреклась от меня! Ты увидела во мне старика, а не человека! Теперь уходи!» Топнула в гневе Кея, закричала от бессилия Потом еще топнула и еще закричала И столб пыли поднялся вдруг и закружил ее вихрем А через секунду на месте Кеи появилась птица Птица – упасару Птица издала громкий вопль и вылетела вон Говорят, что до сих пор в бразильских лесах Можно услышать пронзительный крик птицы Той, которая когда-то была девушкой Кеи А Таина Кан долго-долго был счастлив с красавицей Уной Индейцы не просто уважали, а почитали его Ведь он научил их выращивать зерно и печь хлеб Повторяем, запоминаем Сегодня мы узнали, как в Бразилии называют звезду Айштрелла Еще один небесный объект – луна По-португальски – элуэ Бразилия населена множеством пернатых Птица – упасару Сказки народов мира О чем молчит амазонка Бразильские истории